Все вместе, все вместе, все вместе как одно. К успеху, к победе, пройдемся вновь и вновь. Нам надо всего-то чуть-чуть. Мои хорошие, спасибо. Первые мгновения это напоминает репетицию 9 мая. Святые ветеранам фото на память. В Авантеевке проходит акция «Лес Победы». Сегодня здесь всего три участника Великой Отечественной войны. Остальные уже не выходят из дома. Нельзя забывать, какой ценой была победа. У меня была связь, провести все. Она была создана 30 января 43-го года. Лично показаний Сталина. Так вот, он говорил по телефону, говорил со всеми фронтами, со всеми армиями. Мог говорить, вот до командира дивизии. О, это связь, это самое главное. Вот мы и тянули. Под пулями, под снарядами, ой, тянули, а что поделаешь. Руки матери твоей, звон дождей и шум ветвей. И в лесу смородина, это тоже родина. Центральная площадка акции «Лес Победы» в Ивантеевке выбрана не случайно. Парк за культурно-досуговым центром Первомайский является частью исторического центра города вблизи объектов культурного наследия. Городом была проделана колоссальная подготовительная работа. Мы благодарим всех жителей, которые выходили, говорили спасибо, давали советы и были неравнодушны. И мы надеемся, что в течение этого года, который объявлен годом экологии в Российской Федерации, в течение следующих нескольких лет на месте этого прекрасного парка мы сделаем цветущий, зеленый наш совместный лес Победы. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Большое вам спасибо. В преддверии Великого праздника, Дня Победы, мы здесь собрались все для того, чтобы выразить свое почтение именно вам. Акция «Лес Победы» патриотическая. Сажая дерево в этот день, мы делаем это в память о Великой Победе. Сегодня высаживают деревья в северо-западном секторе парка. Всего их 65, плюс 18 кустов сирени. Очень приятно, что в этот светлый праздничный день, солнечный, мы представляем наш посадочный материал, который выращен в нашем питомнике. Наши сотрудники выращивали, ухаживали. Вот мы его предоставили в город, нашему городу Ивантееву, нашему населению, чтобы они заложили этот сад будущего, сад для наших ветеранов. Очень приятно, что сейчас там уделяется большое внимание, и мы с радостью пришли помочь посадить дерево. И это очень важно для детишек, для подрастающего поколения. У нас дедушка-герой, летчик, более 20 сбитых самолетов. И, так сказать, он прошел всю войну, и вот ему и другому дедушке-танкисту тоже посвящаем. Один мой дедушка воевал в легендарной бригаде, сибирской бригаде морской пехоты, участвовал в боях под Москвой, под Сталинградом, был контужен. Второй мой дед, боевой офицер-танкист, награжден боевыми орденами за подвиги при взятии Кёнигсберга. Он дошел до Берлина и как майор танковых войск, и как военный корреспондент. Я горжусь своими дедушками и в память о них и обо всех, кто прошел эту Великую войну, кто вернулся, кто не вернулся. Мы сегодня сажаем наш круг музыки. Круг музыки создают вокруг центральной клумбы из 18 кустов шаровидных ив. Музыкальное сопровождение у каждого саженца эксклюзивное. «Эвушка зеленая, над рекой склоненная, ты скажи, скажи, не тая, где любовь моя?» «Нет, давай внизу, внизу давай. А что внизу? Красьте, красьте, красьте». «Мы вели с милым встречи...» «Какая мощь в лучах весенних, как блеск их юн, как сердцу мил, когда-то здесь, в снегах военных, возрос подснежник в мирный миг. Сквозь налезвестникам надежды ты пробиваешься под снежник. Весна, прошу, пошли еще тепла, пора под снежником пришла». «Я на свете недавно живу, и историю знаю по книжкам, но зато про большую войну. Я большие рассказы слышал, есть в свете один человек. Он всегда говорил мне правду, но в душе остается след, остается со мной мой прадед. Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, от Волги и до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы. Стало небо голубым и снег негадосалым, чтобы мне на белый свет додиться, и чтобы мне на белый свет додиться». «Красивая девочка у нас. Вот эта красивая девочка, смотрите, платья, как куколка Барби. Давай, ой, не спались еще. Все, все закапываем». В парке вдоль ограды Смоленского храма, следуя историческим традициям ландшафтной архитектуры XIX века, высаживают липовую аллею или аллею молодоженов. «У нас с отношением уже пять лет. Долго думали насчет того, чтобы жениться, и вот наконец собрались. И очень это знаменательный для нас день, а то, что еще и дерево посадить, это войдет в историю, и мы очень этому рады. «Мы рады. Очень хорошее решение, в принципе, даже для города. И ЗАГС тут рядом. Молодожены могут приезжать сюда, гулять по этой аллее, фотографироваться. Красиво». В акции, приуроченной к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие представители ветеранских и молодежных общественных организаций, школьники и молодогвардейцы, активная молодежь, депутаты Совета депутатов. «Вот так, да. Вот. Присутствовали практически все депутаты городского совета, а после этого они разъехались по своим избирательным округам, потому что сегодня идет высадка деревьев во многих дворах. Мне очень приятно, что мы, пользуясь проведением областной акции, иниционированной губернатором, также досаживаем деревья во дворах, где это необходимо». «Я участвую в акции «Посади лес Победы». И я горжусь нашей Родиной». «Человек, который посадил дерево, не зря прожил жизнь. Вот под этим девизом. Ну и все. Мальчик, с которым я садил дерево, вот пожелал, пожелал, чтобы это дерево выросло, и он будет под ним, как говорится, ходить и любоваться через много лет. А я приведу сюда своего внука». «Я горжусь тем, что мы помним, то, что мы помним тех, кто за нас воевал. Это очень гордо, то, что мы сегодня собрались все вместе и вот сажаем эти деревья в память о тех, кто погиб. И я считаю, что наши предки сделали очень большое дело. Если бы не они, мы бы сейчас не сидели здесь и не стояли, не сажали бы эти деревья». «Так, Дима, Майя, взяли в ведерко, водички полили». С каждым годом к акции присоединяются все больше активистов, но все меньше становится ветеранов. В Авантеевке сегодня осталось 640 тружеников тыла и всего 47 участников боевых действий Великой Отечественной войны. В этом году эколого-патриотическая акция «Лес Победы», которая символизирует преемственность поколений, проходит в Подмосковье в пятый раз. «Мы из радости моей. Конечно, дерево посвящается победе нашим ветеранам. Спасибо большое за то, что они сделали, за то, что мы здесь живем и имеем такую возможность сажать деревья». «Это очень здорово, потому что здесь в КДЦ дети занимаются. Хорошо было бы, чтобы здесь парк обустроенный, можно гулять с детьми. Очень здорово». «Очень долго ждали, когда появится финансирование, и до этого парка дойдут руки. И когда неделю назад было объявлено, что в субботу будет такое мероприятие, была очень рада. Обзвонили всех знакомых, сообщили, что будет высадка деревьев. Пришли очень многие, много знакомых. И я считаю, это очень нужно, потому что сейчас очень много застряивают новых домов, высоток. Но совсем забыли про вот такие вот места, так скажем, легкие нашего города. «Посвятить я хочу, наверное, не зря это назвали Лес Победы, потому что скоро у нас великий праздник, 1 мая, 9 мая. Я хочу это посвятить дерево всем тем, кто отдал жизни за это мирное небо над нашей головой. Те, кто сражался за нашу Родину. И вот именно им». В Авантеевке в общем по городу в рамках акции высажено полторы тысячи саженцев. Задействовано более четырех тысяч жителей. Всего в Подмосковье на акцию Лес Победы по предварительным оценкам вышло около ста тысяч участников. «В Авантеевке вы видите, что настоящий праздник удалось сделать. Мы разбиваем парк, который здесь был заполнен сухими пнями. Мы дали начало аллее молодоженов здесь. И самое главное, мы подсадили деревья с нашими ветеранами. Мы разбиваем северо-западную часть парка. Вот это та часть парка, которая находится у храма. Дети, молодежь, наши ветераны, наши пожилые жители города и все-все Ивантеевцы. Большое спасибо всем, кто присоединился к этой акции. И я хочу сказать о том, что впереди у нас акция «Бессмертный полк». Это вне политики, вне различных течений, вне политических партий, вне различных интересов. Это наша память, наша акция. Поэтому присоединяемся 9 мая. Руках в руке дружнее наш союз, на века велика его сила. Руках в руке дружнее видишь, вдруг не упасть, держит лес, друг знакомый. Руках в руке дружнее как один, навсегда до конца, до победы. Руках в руке дружнее, что есть сил, это шанс, ближе стать мы схватили.